Здравствуйте, уважаемые коллеги! Тема нашей презентации – неревматические миокардиты у детей. Проведу его я, ассистент кафедры педиатрии факультета последипломного образования Иргутаева Лола Тажбековна. Под термином неревматический миокардит понимают воспалительные заболевания сердца неревматической и некоронарной итеологии. Это может быть воспалительное поражение одной из оболочек сердца или сочетанное поражение. Обобщающий термин неревматический миокардит обосновывается тем, что патоморфологически в воспалительный процесс вовлекаются в той или иной мере все оболочки сердца. Статистические данные о частоте и распространенности миокардитов как среди детей, так и среди взрослого населения очень скудные и разноречивые. Это связано с разнообразием клинической симптоматики заболевания, а также отсутствием единой трактовки понятия миокардит, единых патоморфологических критериев его диагностики. Так миокардит диагностируется в 15% случаев всех заболеваний, вызванных вирусной инфекцией и до 10% всех вскрытий. В этиологии неревматического миокардита могут быть различные причины, среди которых следует выделить инфекционные факторы, аллерго-иммунологические факторы, сочетание инфекционно-токсических и токсико-аллергических факторов. Инфекционными причинами развития миокардита могут быть Вирусная инфекция Вирусы коксаки, аденовирусы, вирусы гриппа, краснухи, кори, паратита, полиомиелита, герпеса, гепатита, РС-вирусы, цитомигаловирусы, ВИЧ и т.д. Бактериальная инфекция это стрептококки, стафилококки, пневмококки, менингококки, ганококки, возбудители дифтерии, брюшного тифа, салмонеллеза, столбняка, коклюша. Помимо этого причинами развития миокардитов могут быть также Грибковая инфекция это аспергиллы, акценымицеты, криптококки, кандиды, спирохеты это возбудители сифилиса, брюшно возвратного тифа, лептоспироза, рекетии, возбудители сыпного тифа, кулихорадка, лихорадка цуцугамуши, Простейшие это возбудители токсоплазмоза, трепаносамоза, шистосамоза, лейшманиоза, паразиты, аскоридоза, эхинококоза, трихинеллеза и т.д. Более редкой причиной развития миокардитов могут быть аллергоиммунологические факторы. Это поствакцинальные сыворотичные миокардиты. Миокардиты могут иметь инфекционно-токсический генез. Это дифтерийный, брюшно-тифозный, салманилезный миокардит или токсико-аллергический генез. Есть лекарственно индуцированные миокардиты, обусловленные применением пенициллинов, аминогликозидов, сульфаниламидов, цитостатиков и других. Есть еще миокардиты, которые обусловлены ядами при укусах змей, скорпионов, пауков, ос. Развитие неревматических кардитов способствуют факторы предварительной подготовки или скомпрометированности метаболических процессов в миокарде к воздействию вирусно-бактериальной флоры, токсинов и аллергенов. К ним относятся снижение или извращение иммунологической реактивности, обусловленные нарушением питания, Интоксикацией, перенесенными прежде или текущими заболеваниями, переохлаждением, тепловым ударом, радиацией, длительными физическими и психоэмоциональными перегрузками. Изменением гормонального статуса, гипоксией, хирургическими манипуляциями на сердце и сосудах. Безусловное значение имеют наследственные факторы, такие как генетически детерминированный дефект противовирусного антибактериального или антигриппового иммунитета, Нарушение иммунной толерантности с аутоиммунными нарушениями, что чаще способствует развитию подострых и хронических кордитов. Наиболее частой причиной неревматических миокардитов у детей являются инфекционные заболевания. Из них в большинстве случаев до 95% это вирусные инфекции. 4-5% случаев вирусных инфекций у детей осложняются миокардитом. Частота возникновения вирусных миокардитов обусловлена, во-первых, широкой распространенностью вирусных инфекций, а также вазотропностью и кардиотропностью вирусов. В патогенезе можно условно выделить два основных компонента. Первое – это непосредственное повреждение возбудителем паренхимы миокарда с развитием паренхиматозного миокардита или преимущественное поражение возбудителем стенки сосудов миокарда с ее повреждением, повышением проницаемости и клеточной инфильтрацией. Второе – это развитие гиперэргического или извращенного иммунопатологического процесса с адаптацией, с активацией клеточного и гуморального иммунитета, а в ряде случаев и аутоиммунного процесса. По классификации нереуматических кардитов надо будет обратить внимание на период возникновения заболеваний, который делится на врожденный и приобретенный. Врожденный, в свою очередь, подразделяется на ранний и поздний. Идеологический фактор может быть вирусный, вирусно-бактериальный, бактериальный, паразитарный, грибковый, иерсениозный, аллергический, идиопатический. Форма по преимущественной локализации процесса Может быть кардит или поражение проводящей системы сердца. По течению может быть острое до 3 месяцев, подострое до 18 месяцев, и хроническое более 18 месяцев, который подразделяется на различные варианты. По тяжести кардита может быть легким, средне-тяжелым и тяжелым течением. Форма и степень сердечной недостаточности Может быть лево-желудочковая, первая, вторая и третья степени, право-желудочковая, первая, вторая и третья степени, и тотальная. Исходы и осложнения Встречается кардиосклероз, гипертрофия миокарда, нарушение ритма и проводимости, лёгочная гипертензия, поражение клапанного аппарата, конструктивный миоперикардит, тромбоэмболический синдром. Выделяют четыре варианта клинического течения миокардитов. Первый – это скоротечный или молниеносный миокардит с внезапным началом, выраженной сердечной недостаточностью и критическим периодом в течение первой недели. Такой вариант заканчивается в течение месяца или выздоровлением, или летальным исходом. Второй – это острый миокардит, характеризуется постепенным дебютом, но прогрессирующей сердечной недостаточностью. Такой вариант встречается наиболее часто и в большинстве случаев заканчивается трансформацией в дилетационную кардиомиопатию. Третий вариант – это хронический активный миокардит, отличается рецидивирующим течением по типу дилетационной кардиомиопатии с прогрессирующим ухудшением при каждом рецидиве, что ведет к прогрессирующему фиброзу. Четвертый вариант – это хронический персистирующий миокардит, характеризуется легким течением без выраженной сердечной недостаточности и аритмического синдрома. Спасибо за внимание!